Ну а теперь к стрельбе. В Азербайджане прошел финал Кубка Мира, а мы сочли это хорошим поводом, чтобы обратить внимание на этот вид спорта. Илья, так получается, что имена хоккеистов на слуху, имена футболистов тоже. А вот про стрелков мы как-то мало всего знаем. Хватает ли вам внимания прессы? Если честно, мы даже об этом не задумываемся. Хватает ли нам внимания прессы? Вы не избалованы этим вниманием. Мы не избалованы. Возможно, нам его даже не хватает в качестве популяризации нашего вида спорта. А из рогатки в детстве стрелял? Из рогатки стрелял, конечно. Получалось? Устройство было не модернизированное, так сказать. Не очень хорошо. Но куда-то попадали. А как стрелок настраивается? То есть вы должны разозлиться и прийти на стрельбище уже злым, чтобы представлять лицо своего врага и по нему стрелять? Или наоборот, нужно расслабиться, отдохнуть, вздохнуть? Каждый настраивается по-своему. Но я думаю, вряд ли есть такие стрелки, которые принципиально настраиваются, чтобы приходить злым на стрельбище. Я думаю, все настраиваются на каких-то хороших, положительных эмоциях. Наша стрельба примечательна еще и тем, помимо всего прочего, что она одна из первых дарит нам лицензии на очередную Олимпиаду. Насколько я знаю, лицензии у наших стрелков уже есть. Вот об этом расскажи, пожалуйста. Да, уже две лицензии в пулевой стрельбе наши стрелки белорусские завоевали. Две штуки на чемпионате мира проводились. Первый розыгрыш лицензии проводился. Вот Юрий Щербацевич и Виталий Бубнович завоевали две лицензии на страну. Еще сколько планируется завоевать? Есть же еще Сергей Мартынов, есть ты, есть Виктория Чайка. Ну, планируется чем больше, тем лучше. А как получится, никто не знает. Ну, вообще, если оценивать реально шансы, я думаю, восемь, девять лицензий у нас есть и шансы завоевать. Еще будет проводиться пять отборов, пять соревнований, на которых будут разыгрываться лицензии. Вот, будем стараться. Скажите, пожалуйста, наверное, сейчас вы и ваши коллеги активно тренируетесь. А есть где тренироваться? Для национальной команды, в принципе, есть где тренироваться. Находим тиры, в частности, тиры за границей. Мы тренируемся в основном в Беларуси, в Бресте. Там построили тир, отвечающий всем нормам, которые нужны. За границей в Бресте? Это во Франции? Нет, мы, если в Беларуси, то мы тренируемся в Бресте. А в основном, так как у нас нет открытого стрельбища в стране пока что, мы тренируемся во Франкфурте, на Одере, в Германии. А скажи, неужели так трудно построить открытое стрельбище? Сколько это надо? Большие материальные затраты? Вы знаете, я не строитель. Не могу говорить об этом. Но мне кажется, что это намного проще построить, чем какой-то спортивный комплекс. Для этого много не нужно. Естественно, нужно какое-то финансирование. Но все процедуры, они делаются у нас очень тяжело. И у нас строится, реконструируется, точнее, тир. У нас уже подходит к концу. И планируется сдача в декабре открытого тира, где мы уже будем готовиться ко всем соревнованиям на этом стрельбище, который должен открыться. Ну, слава богу, при том, что, кажется, стрельба вполне заслужила свою базу и свой тир, как открыт, так и закрыт. Правильно? Я думаю, что этого будет даже мало. Открытый-то тир построят, но кто на нем будет тренироваться? Вот аппетиты приходят во время еды. Правильно. Что еще нужно стрелкам? Я думаю, чем больше стрельбищ, тем лучше. Ну, хотя бы минимальных. Ну, и, кстати, о Бресте, где вы тренируетесь. Наша корреспондент Эльмира Хоровец ездила в этот славный город, откуда, кстати, родом и Сергей Мартынов. Во всяком случае, из Брестской области это знаю точно. Ну, а Эльмира Хоровец пообщалась и познакомилась с Юрием Щербацевичем. Давайте посмотрим. Стрелковый тир в Бресте по улице Ливаневского – основная база подготовки белорусов. В середине ноября наша команда начнет там очередной сбор. Юрию Щербацевичу собираться в дорогу не надо. Он брещанин. Для него это здание – второй дом. В фойе стенд боевой славы и портрет нашего героя с прической, как у певца Владимира Кузьмина. Что умел делать Щербацевич десятилетней давности? Умел, наверное, все то же самое практически. Просто с возрастом пришла выдержка, немножко спокойствие. Но у него был юношеский задор, которого уже становится меньше все-таки. В этом зале стреляют из малокалиберного оружия. Расстояние до мишени – 50 метров. Без спецодежды не обойтись. Она у наших снайперов приметная. Цветов белорусского флага. Куртка, индпашиф из натуральной кожи денег стоит немалых – до 1500 евро. Она должна быть плотная прежде всего, для того, чтобы, когда мы стоим в изготовке, прогиб идет в спине и большая нагрузка на спину. А куртка – это немножко дело сглаживает, и поэтому не так больно, и можно дольше выдержать. Нагрузку нам продемонстрировала подруга Юрия по сборной Кристина Белоус. Вот так часами лежать с винтовкой – работа не из легких. За статикой кроется тонкая координация движений. А поди-подержи увесистую мелкашку стоя. За тренировку спортсмен делает 150 выстрелов. С учетом стоимости патронов в день улетает 30 евро. Бумажные мишени канули в лету. Зато по электронным установкам легко провести разбор полетов. В нашем случае – пули. Вправо – это пальцем надо аккуратнее работать, и рукоятку хват как-то более стабильнее делать. Влево – это может быть левая рука немножко, там где-то лишнее напряжение, и это все включается. То есть, ну понятно, по выстрелам. В зале пневматики атмосфера более душевная. На стене здесь развешаны фотографии из турниров и распечатки мегавыстрелов. Между прочим, лучшую серию способна выдавать и жена Юрия, тоже мастер спорта международного класса. Связав свою жизнь со Светланой, наш герой попал в десятку. Все для точной стрельбы. В коридорах спорткомплекса есть бильярдная, где можно… Отдохнуть, немножко расслабиться, забыть о том, что происходило на огневом. Ну а как избежать стресса накануне стартов, когда рядом нет ки и зеленого сукна? Рецепт от Щербацевича – посидеть в интернете, подумать о зимних шинах для авто, и волнение уйдет. Помогает, как ни странные, разлука с близкими. Так было на первенстве планеты в Гранаде. Интересно, что золото на мире досталось австралийцу-патенту, которому уже за 50. Так что у Юрия с его тридцатником все еще впереди. В концовке финала Щербацевич чуть поотстал, но и своего не упустил. Любимый вид спорта Юрий не променял бы ни на какой другой. Все-таки мир посмотрел, видел практически все. Вот у меня жена, благодаря спорту я познакомился с ней. Прекрасная дочка, прекрасная семья, я очень счастлив. Дало мне спокойствие, уравновешенность по жизни. Как бы это всех стрелков всегда выделяет. Ну, наверное, действительно, все стрелки очень спокойные. Илья, скажите, у вас несчастные случаи на стройке были? В смысле на тренировках? Да. У меня лично не было таких несчастных случаев. У нас, как правило, если несчастный случай, то это серьезно. Поэтому они тщательно готовятся. А я вот из сюжета сделала другой вывод, что все-таки стрельба это не дешевый, не бюджетный вид спорта, да, вот сколько стоят патроны. Ты слышал такую историю, что Сергей Мартынов припас патроны еще с советских времен, теперь ими пользуется. Ну, мне казалось, это какой-то анекдот, или правда? Или правда? Да, в советское время производили одни из лучших патронов в мире. И советская сборная ими стреляла. Поэтому очень много патронов было произведено для сборной. Теперь сохранились они или уже растратили все запасы этих патронов? Непонятно. Но у Мартынова они есть. Да, они есть. Правда говорят, да. Нет, ну, стреляем разными патронами. В основном полагаться на старые патроны не стоит, потому что неизвестно, как они хранились, какого они качества стали. А вы сами их приобретаете, патроны, или вам выдается на каждую стрельбуку определенное количество патронов? Вы должны отчитаться потом в конце. Нам выдаются патроны на сборе, непосредственно, когда мы готовимся к соревнованиям. Нам выдается определенное количество на соревнования и на тренировки. И мы уже сами распоряжаемся. В принципе, хватает? В национальной команде хватает патронов, да. Ну, сейчас была, незадолго до, буквально месяц назад, закупили партию патронов. Только национальная команда имела патроны хорошие. Школы, детская и юношеская школы, школы высшего спортивного мастерства. Это очень большая проблема стояла у них с патронами. Есть с этим проблемы, да? Есть проблемы, но проблемы решаются. Закупаются новые патроны. Ну, я сейчас подумал о том, что идет зима, идет снег. Илья, вы на лыжах хорошо стоите? Я стою. Может, вас в биатлон отправить? А то у нас там никто, по-моему, стрелять из мужчин биатлонистов вообще не умеет. Стою на лыжах я хорошо. Вот ездить, к сожалению, так, как наши лыжники, еще не научился. Скажите, а в тире мишек выигрываете? В последний раз я стрелял вот в таком тире, ну, чтобы не соврать, ну, года три, наверное, назад. Да, я выиграл там какую-то игрушку. Если позволишь, вопрос немножко такой с философским наплывом. Ты довольно рано стал показывать высокие результаты, я прав? И есть такой великолепный стрелок Константин Лукашек, который в 16 лет стал олимпийским чемпионом в Барселоне. Правда, после этого он, увы, больших высот олимпийских, я имею в виду, не достиг. Ты не боишься, что с тобой может произойти что-то такое? Олимпийским чемпионом ты пока, правда, не стал, но я имею в виду... Встанет. Да, он не боишься такого, какого-то упадка в результатах? Ну, про такие вещи я пока не задумывался. Я еще как бы олимпийские игры не выиграл. Тяжело говорить, у меня еще все впереди, цель пока что стоит одна. Возможно, это одна медаль, а потом на следующей лимпе уже две медали, так как у нас несколько упражнений. Будем расти, я думаю, когда я достигну первой своей цели, будем ставить новые цели и задачи. И вот как Мартынов, пока я могу стрелять, я буду стрелять. А Мартынов для тебя это кумир в стрельбе? Или есть кто-то еще за рубежом, может, какой-то спортсмен? Или советских времен? Очень интересно наблюдать за китайскими спортсменами в нашем виде спорта. Причем за всеми. Но Сергей Мартынов является кумиром. А почему, прости, за китайскими очень интересно наблюдать? Когда приезжаешь на соревнования, очень долгое время ездишь на соревнования, китайские спортсмены меняются. Их очень много, они меняются. Их, наверное, больше, чем у нас патронов. Ну, патронов не знаю как, но винтовок у нас столько нету. Сколько китайских стрелков. Вот, они меняются, и за каждым очень интересно смотреть. Вот. Я не знаю, как они обучают своих спортсменов, это их методики. Но очень интересно наблюдать, потому что они в основном молодые. Очень молодые. Сейчас лучший стрелок в мире – это молодой спортсмен, еще и юниор. Он выиграл и чемпионат мира, и кубки мира выигрывал, и рекорд мира у юниоров установил. Вот он сейчас самый стабильный стрелок является в упражнении, в одном упражнении. А в других упражнениях другие китайские стрелки. И в каждом упражнении есть свой китайский стрелок, который стреляет хорошо. И он постоянно меняется. Нет такого спортсмена. Вот у нас Сергей Мартынов, он там уже 20 лет ездит, 20 лет он лучше в мире. У них таких стрелков очень мало, очень мало. Но есть у них такие стрелки, которые есть по 10, по 15 лет. Илья, спасибо тебе большое, что нашел время и пришел к нам в гости. Напоминаем, с нами был Илья Чергейко, наша надежда. Еще одна надежда в стрельбе, в том числе и на олимпийские медали. Ну а мы же уйдем на короткую рекламу. Это неделя спорта на СТВ. Мы снова в студии. Одним из главных событий прошлой недели стал старт наших гандболистов в отборе к чемпионату Европы 2016 года. Белорусская сборная открывала квалификацию домашним матчем против Боснии и Горцеговины. Все мы, конечно, надеялись на победу, но в итоге была зафиксирована нечастая в гандболе ничья. Смотрим и вспоминаем, как это было. К хорошему привыкаешь быстро. Кажется, еще совсем недавно мы зависливо смотрели по ТВ гандбольные чемпионаты мира и Европы, томно вздыхая по поводу отсутствия среди их участников сборной Беларуси. Лед тронулся с приходом на капитанский мостик Юрия Шевцова. Под его руководством главная команда страны вышла на новый уровень, и грядущий планетарный форум в Катрии станет для нее третьим к ряду топ-турниром. Вместе с результатами выросли и ожидания болельщиков. В первом матче Евроквалификации от нашей дружины ждали только победы, даже невзирая на то, что сборная Боснии и Горцеговины отнюдь не является аутсайдером европейского гандбола. Игра только подтвердила, голыми руками традиционно неуступчивых представителей Балкан не возьмешь. Босния довольно сильная команда, они навязали нам свой стиль игры, нам не удалось переломить. Глядя на атакующие потуги белорусов, то и дело приходилось сожалеть об отсутствии травмированного Сергея Рутенко. При всем уважении к остальным игрокам, сборная с капитаном и без него, это, как говорится, две большие разницы. А взвалить на себя нож у лидера никому по большому счету не удалось. Рутенко это 10 голов, поэтому был бы Рутенко, была бы совсем другая игра. Его не было, другие игроки должны были взять на себя, этого не получилось. Большую часть матча наша команда пребывала в роли догоняющей. При этом отрыв соперника несколько раз вырастал до угрожающей отметки минус 4. Повинны в этом сами белорусы, наделавшие немало ошибок. Штук 6 потерь первонтайма, как бы таких обидных, скажем так, это тоже как бы повлияло на игру на наши забитые мещи. Ну, в принципе, команда очень хорошая, активная оборона у них, не совсем справились с ней, скажем так. Что приятно отметить, нынешней сборной не занимать характера и желание сражаться до конца. Во втором тайме наши парни выдали потрясающий отрезок, по итогам которого табло высвечивало радующее глаз плюс 3 в пользу хозяев за 8 минут до финальной сирены. Вот только грамотно распорядиться добытым перевесом белорусы, к сожалению, не смогли. Бездарно растеряв преимущество, хозяева одарили трибуны валидольной концовкой, по ходу которой они снова были на грани поражения. Закончилось все, как вы уже знаете, боевой ничьей 25-25. Игра складывалась не в нашу пользу, не удалось показать ту игру, которая нам приемлема, поэтому на сегодняшний день мы должны быть довольны тем очкам, которые мы сегодня завоевали. Не удалось, я считаю, нападение. Конкретно игру каждый знал, что делать, но сегодня просто не знаю, то ли не наш день был, но очень много не получалось. Мы рассчитывали, в принципе, выиграть эту игру, хотелось с собой вести как бы в Боснию преимущество в 3-4 мяча. Ну, как есть, так и есть. Получилось, что сыграли в ничью, но имели шанс, естественно, выиграть. Немного не хотел дисциплины в последней атаке. В минувшее воскресенье наша сборная провела второй поединок евроквалификации и на этот раз праздновала важную победу в Литве. В тот же день лидеры квартета датчане одолели на выезде боснийцев. Борьбу за выход в финальную стадию участники этого квартета продолжат в апреле. Да, у гандболистов квалификация еще впереди, а вот в мире тенниса отборный итоговый турнир года, который можно назвать личным чемпионатом мира, уже завершен. Решали вопрос с восьмеркой сильнейших теннисисты на мастерсе в Париже. Закрутка получилась серьезная, досрочно билеты на финальный турнир завоевали лишь Джокович с Федерером, да еще Вавренко. Так что каждый матч имел, можно сказать, двойную цену. В итоге дележ рейтинговых очков в Париже завершился удачно для Кеи Нишикоры, который станет первым азиатом на итоговом турнире. Мария и Бердыха, оба уже стрелянные воробьи финалов года. Милоша Раонича и хорвата Марина Чилича, который за год совершил скачок с 50-го на 8-е место. Финал мирового тура стартует 9 ноября в Лондоне. О-2 арена ждет. Что еще любопытного в мире спорта было на неделе? Льюис Хэмилтон выиграл очередной этап Формулы-1. На этот раз британец был лучшим на Гран-при США. Вторым стал его партнер по Мерседесу Ника Росберг. Надо же, какая неожиданность. Поклонники автогонок уже наверняка не первый этап испытывают ощущение дежавю. Парочка Хэмилтон-Росберг делает победный дубль в 10-м в нынешнем сезоне Гран-при. Льюис благодаря победе в Остине упрочил лидерство в личном зачете. И если парни из Мерседес финишируют в той же последовательности на следующей неделе в Бразилии, Хэмилтон завоюет чемпионский титул. Надежды больше нет. Руководство континентальной хоккейной лиги приняло решение упразднить Кубок Надежды по экономическим причинам. В турнире, который давал возможность командам, не попавшим в плей-офф, продлить сезон, КХЛ брала на себя многие расходы. Нынче в структуре это не по плечу, а точнее не по карману. Поэтому как минимум в этом сезоне розыгрыш Кубка Надежды проводиться не будет. Россия презентовала логотип чемпионата мира по футболу 2018 года. Как всегда с размахом. Представил эмблему экипаж международной космической станции. Да и сам логотип, по словам одного из дизайнеров, это ссылка к первому международному спутнику Земли. Впрочем, интернет-пользователи мигом нашли ссылки и куда более к похожим предметам. От картины «Мунка Крик» до «Электрической бритвы» фантазии народа не было предела. А вот ряд иностранных изданий отнесся к логотипу вполне положительно. Издание USA Today, например, отметило, что эмблема удивительно хороша. В то время как предыдущие логотипы Кубка Мира напоминали фейспаум, почтовую марку или попросту выглядели слишком дешевыми. Ну а у белорусских любителей футбола на неделе была своя тема для разговоров. В чемпионате страны прошел матч между Батэ и Минским «Динамо». В дополнительных эпитетах этот поединок, как водится, не нуждается. Матч за чемпионство, белорусская «Эли-классика», как хотите, так и называйте. Шума вокруг поединка было много и сейчас. Антураж главного матча сезона смотрим в сюжете. Сложив все элементы пазла в общую картину и определив-таки после долгих разборок начала матча на 2 часа дня субботы, федерация точно не прогадала. Такого же этажа старик-трактор не видывал давненько. Настоящие болельщики «Динамо» — это мы. Что есть, то есть. «Динамо»! Чемпионская интрига, вплетенная в канву поединка, в итоге собрала на трибунах, если верить протоколу, 8,5 тысяч. Это второй показатель зрительского интереса за последние 5 лет. Больше собирала только первая дуэль команд в нынешнем сезоне. Тогда только-только открывшуюся Борисов арену заполнили больше 11,5 тысяч болельщиков. Если честно, я думал, будет больше болельщиков, потому что две лучшие команды Беларуси играют, одно очко разница. И перед игрой я думал, что будет, ну не полный, а будет намного больше болельщиков. Сама же игра вряд ли войдет в топ самых зрелищных противостояний «Батэ» и «Динамо». Первый тайм по-хорошему лишь однажды разгорячил озябших от скуки болельщиков. Фигеряда пробил рядом со штангой, а последующий розыгрыш углового мог бы завершиться результативно, будь Политевич еще чуточку выше или изворотливее. Зрителям оставалось лишь ждать, что антракт нанесет изменения в ход игры. Чего ждем? Усиление игры. Очень хочу, чтобы вышел на поле удолжие. Только побегу. Конечно, только побегу. Ворота «Динамо». Ждем, что «Динамо» Минска начнет более активно атаковать и, наконец, забьет гол. Потому что «Батэ» в обороне стоит очень уверенно. Стартовали команды во второй половине действительно резвая штанга «Динамо». Гол Батейза в сайда. Было от чего хвататься за голову. Но там и голов дождались. Издевательским ударом открыл счет в матче Анри Хагуш. Восторгу защитника не было предела. А совсем скоро второй игрок обороны Денис Поляков сделал счет 2-0. После второго гола стало уже поспокойнее. И мы успокоились. Играли уже от обороны спокойно на контратаках. Поэтому, ну да, где-то второй гол предопределил исход матч. Может быть, там играли некрасиво, но и нам нужна была победа и «Динамо». Поэтому, может быть, из-за этого не получилось. Откровенно говоря, немного не соответствовали статусу главного матча сезона не только действия футболистов на поле, но и фанаты. Конечно, ожидать перформансов сродни тем, что устраивают своим любимцам в Германии или, например, в Турции, вряд ли стоило. И все же в былые годы случалось видеть и более мощный антураж. Хотя футболистам грех жаловаться. В плане антуража хорошая игра получилась. Болельщики с той и с другой стороны отлично себя показали на этой игре. Поэтому, ну, неплохой антураж для нашего белорусского футбола. Да, болельщики, конечно. Сегодня в Беларуси очень много. Хочу поблагодарить. Хорошая поддержка. Но, видите, это не помогло, чтобы выиграли. Победить «Динамо» не удалось. Только сократить отставание до минимума. Уже в дополнительное время с пенальти отличился Неманин Николич. Прогреш стал существенным упущением Бате в чемпионской гонке. Разрыв теперь 4 очка. И отыграть их у Бате за три тура будет делом сложным. Вот такие дела. На неделе предстоящей вас также ждет много интересного. Тяжелоатлеты разыграют медали чемпионата мира в казахстанском Алматы. А попутно поборются за квалификационные баллы на Олимпиаду в Рио. От Беларуси на форуме выступит 15 атлетов. Наш скандально известный олимпийский чемпион Андрей Арявнов старт пропустит из-за травмы. Окейда сборная собралась под руководством нового тренера Владимира Крикунова и выступит на этапе Евро-челленджа в Словении, где соперниками белорусов, помимо хозяев, будут дружины Австрии и Японии. Еврокубковую кампанию на неделе начнет волейбольный чемпион Беларуси Минский Строитель. В национальном первенстве он привычно не знает равных, а вот в Кубке России выступил ниже потенциала. Что будет в Кубке Вызова, узнаем в среду. Чижовка-арена распахнет двери перед публикой в 19 часов. Вход на трибуны, естественно, свободный. Главный приз теннисного Кубка Федерации на неделе узнает обладателя. В финале Феткапа на пражской О2-арене сойдутся национальные команды Чехии и Германии. Хозяйки в статусе фавориток. В них перевес по личным встречам 6-1. Последние года они стали уже завсегдатаями финалов. Да и поведет их к победе четвертая ракетка мира Петра Квитова. Но спор дело непредсказуемое. Посмотрим. Много всего интересного вас ждет. Все обязательно обсудим ровно через неделю. С вами были Сергей Канашец. И Кристина Момат. Увидимся на СТВ через неделю. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok